ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немножко осмыслил, подумал, решил, что хочу еще заниматься и продолжать. Мне позволяет здоровье, мне позволяет время, и у меня, главное, есть большие планы, амбициозные, не знаю, какие-то решения и главное желание. Также взять два спортсмена, которые выступают из Литвы, они как раз в эти годы заняли второе и третье место на Олимпийских играх. Много приходит молодых, перспективных ребят, и они быстро схватывают вот эту новую программу, и с ними становится пока, скажем так, тяжело. Сказать, что я уступаю, пока не уступаю я им. Единственное, что они восстанавливаются, может быть, быстрее, что им как бы дается где-то что-то полегче. И, допустим, после соревнований они могут на следующий день еще раз выступать. Я уже, наверное, не могу себе этого позволить, и поэтому мне нужно немножко побольше отдыха. Стараюсь куда-нибудь уехать, отдохнуть от всей этой суеты. На рыбалку какую-нибудь, на природу, с семьей, что-нибудь такое, просто отвлечься. Я был на Олимпийских играх, я видел, что там происходит, как это все происходит. Знаете, Олимпийские игры для меня прошли как мгновение ока. То есть вот в день старта я открыл глаза, прошли вот старт, и что-то произошло, и вечером я вроде как бы опять их открыл. То есть я не заметил такого вот прям вот вида своего. Я больше замечал, наверное, как вот другие соревнуются, как выступают вот этот всякие эмоции, ажиотаж вот этих Олимпийских игр. Само атмосфера в Олимпийской деревне, оно очень многого стоит, хотя бы просто туда попасть. Это очень колоссальный опыт, это непередаваемые эмоции, и я не знаю, там, вот эти ощущения вот этого и Олимпийского вида, там, в Олимпийской деревне. Тем более, когда вот заходишь, я как сейчас помню, в столовую вечером, там такой большой зал, вот, и все спортсмены, которые соревновались в этот день, там, кто занимает какие-то места, они все заходят с медалями, и весь зал встает и начинают аплодировать. Там любые страны, которые, все, кто есть в зале, аплодируют. И единственное, вот, наверное, вот, как сейчас помню, забежала из Санбаева, когда она выиграла Олимпийские игры, я не знаю, ей минут 15, наверное, просто все стоя аплодировали, она не могла там ничего покушать и все такое. Там все ходили, спасибо, 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 спасибо. Потому что, ну, этого очень много стоит вот это вот ощущение, вот, когда вот ты заходишь, и, наверное, тебе все хлопает и приветствует, и радуется вместе с тобой. Ближайшие планы, ну, наверное, это чемпионаты Европы, чемпионаты мира, отобраться на эти старты, а потом же, думаю, попозже же, вбираться на Олимпийские игры. Я буду делать все, чтобы попасть. Современное пятиборье, это, скажем, делает спортсмена суператлета. Здесь пять дисциплин, которые не похожи на себя ни с одной стороны. И не обязательно быть какой-нибудь, например, чемпионом, вот, достаточно просто средненько все получаться, чтобы, ну, все, все, чтобы получалось. Я думаю, что с нашим новым президентом современное пятиборье стало очень, как сказать, популяризироваться во всех городах, вот, начали открываться школы, федерации, вот, ну, самая большая, самая крупная, вот, мое мнение, что она у нас в Самаре, потому что у нас очень много молодых детей, перспективных тренеров. Я не видел столько вот в других городах, там, даже в той же Москве, там, в Санкт-Петербурге, чтобы вот ходили, занимались. В дальнейшем я хочу весь этот свой опыт передать всем детям, которые будут заниматься у нас в Самарской области.